Реклама Вы, наверное, каждый день, я уверен, вы каждый день сталкиваетесь с несправедливостью, когда вы не виноваты в чем-то, а вас обвиняют в этом, что это вы сделали, что вы виноваты, на вас все камни, все палки. Почему так происходит? Да потому что общество такое, потому что такие люди, мы такими стали. И даже если вы человек хороший, скромный, правильный, то все равно вы со временем станете таким же обозленным, потому как если, знаете, как говорят, добро должно быть с кулаками. Если вы не научитесь защищаться, если вы не научитесь давать сдачи, то вас просто заклюют, вы не сможете выжить в этом современном обществе. Так было не всегда. Раньше люди стремились искоренить вот эту несправедливость. Раньше люди были людьми. Послушайте внимательно, как было раньше. Кто там? Тише! А ну выходите! Тише! Вдруг там туда есть? Отдать, спаси! Стойте, не с места! А ну-ка, садите от машины! За проявленное мужество и отвагу при задержании опасных преступников Районное управление внутренних дел награждает почетной грамотой Степанкову Клавдию Матвеевну. Поздравляю вас! Восхищен вашим поступком! ДНД – это добровольная народная дружина. Впервые народная охрана была создана в 1881 году. Самые обычные люди надевали на руку повязку, ходили по улицам и следили за порядком. Со временем, после Первой мировой войны, как-то было не до этого, и это движение исчезло. Потом, в 1926 году, ну буквально через примерно 10 лет, да, в Ленинграде на некоторых заводах были снова воссозданы добровольные отряды. Самые обычные охранники, люди, которые заметали там, сварщики, электрики, они вступали в эту добровольную охрану, следили за качественным выполнением работ, чтобы рабочие не воровали, не ругались. Если что-то не так, тут же записывали нарушителя в журнал на следующий день. Нет, такого человека не штрафовали, а утром, перед началом рабочего дня, такой нарушитель выходил вперед, и его отчитывали перед сотнями рабочих. Тогда пристыдить работника завода было самое ужасное наказание. А штрафовать? Ну что, что штрафовать? Он снова украдет или будет ругаться матом? Уволить? Ну, блин, делов-то пошел, устроился на другую работу, и все по-новой, матюкается, обзывается и ворует. А вот опозорить, пристыдить, сделать выговор при всех, о таком человеку узнают на всех заводах и не захотят его брать на работу. Коллеги перестанут с ним общаться, тогда нарушитель тут же старался исправиться и подружиться со всеми, с кем только может, чтобы вернуть былое доверие. Такую систему ДНД разработали советские умы, а идею подал Ленин. В 1930-х годах, после успеха такого движения, ДНД начало сотрудничать с милицией. Если где что, сразу сообщали в милицию. Стукачество в те времена было очень сильно развито, но не суть. Главное, это работало. А где бабуля? А вы кто? Я дружинник. А вы? Сторож, давайте вязать этого. Причем, очень интересный момент, зарубежные страны, такие как Канада, Европа, США, подсмотрели в Советском Союзе, именно у Советского Союза подсмотрели такой метод воспитания общества и начали воспитывать свою нацию, по примеру, Советского Союза. И причем у них до сегодняшнего дня ничего не изменилось, только ужесточилось все. Там люди массово не ругаются на улице, не ругаются в супермаркетах, они паркуются так, как надо, потому как знают, что любой каждый может здесь остановиться, позвонить в милицию, настукачить. Да, это стукачество. Но это работает. Так воспитывается нация. Если человек в детстве растет первый, второй класс, там детский садик, его воспитывают, потом, когда он вырастает, его перестают воспитывать. Почему? Человека нужно воспитывать на протяжении всей его жизни. Нужно контролировать, чтобы он не сошел в наш менталитет. Кражи уменьшились тогда. Общество в целом в 30-е годы превоспитали результат, мы видели в 60-х, скажем. Когда уже подрастало второе поколение, где было уважение к старшим. Понимаете, в целом, в то время, в Советском Союзе люди были людьми. Отчасти благодаря ДНД, которая перевоспитала нацию. В 70-е годы в рядах дружинников было 7 миллионов граждан страны Советов. В 80-е уже 13 миллионов. Ежедневно миллион... Вы понимаете, 13 миллионов человек выходили каждый день на улицу и следили за порядком. Ну, конечно, там мусора не было. Вот люди, которые помнят, Советский Союз был мусор? Да, был. Но не так, как сегодня. На улицах была чистота примерно так, как сегодня в Беларуси. Вы в Беларуси увидите хотя бы, не знаю, бычок на улице? Где-то там? Нет. Там такого нет. Там до сих пор это сохранилось. Ежедневно миллионы наблюдателей выходили патрулировать улицы. Поначалу дружинником мог стать абсолютно любой человек. Ну, конечно, ответственный из хоть какой-то рекомендации. В 70-х стать охранником порядка мог уже не каждый. Нужна отличная рекомендация и друзей, и с места работы, и еще много требований. Несмотря на то, что таким дружинникам не платили деньги за их работу ни копеечки. Они выходили на патруль в свободное от работы время. И все равно желающих было предостаточно. Люди не хотели сидеть дома. Люди считали, что жизнь их проходит просто так, впустую, где-то рядом. Жизнь должна протекать в обществе, на улице. Они должны трудиться на благо общества. Чтобы дети, когда выросли, жили в этом обществе. И каждый человек для себя понимал, что это он тоже внес свою лепту в воспитание нации. И ему теперь не страшно, когда ребенок выходит на улицу и не обвешивается телефоном, часами. Не знаю, какой-то запиской на шее, маячок какой-то. Такого раньше не было. Люди не боялись за своих детей. Они имели достаточно широкие полномочия. Могли даже задержать человека, доставить его в отделение милиции. Но если в итоге не удастся доказать вину задержанного, выговор получал именно дружинник. Поэтому превышения полномочий попросту не было. Часто на улицах можно было увидеть совместное патрулирование. Два-три дружинника и один милиционер. Если у дружинника не было формы, он обязан носить красную повязку на рукаве и нагрудный значок, которые выдавались вместе с удостоверением члена народной дружины. Благодаря дружинникам было предотвращено свыше 700 тысяч мелких краж. Задержано около 2 миллионов граждан в нетрезвом виде. Предотвращено 171 убийство. Еще много чего другого. На протяжении почти 70 лет нация перевоспитывалась и вдруг кому-то это стало невыгодно. В 1989 году, когда началась передача коммерческим структурам, новообразованным каким-то странным государственным органам, которые якобы теперь они будут следить за порядком, насильственно были отобраны все здания и кабинеты народной дружины. Но раз так должно стать лучше, порядок должен стать куда выше, чем было во время ДНД. Однако после полного уничтожения ДНД развалился и СССР. И начался полный хаос. Лихие 90-е. Бандиты повылезали из всех щелей, за которыми практически никто не следил. Словно кто-то специально разрушил идеально настроенную машину слежения за порядком, чтобы начать противоположное перевоспитание нации. В лихих 90-х, где родились сегодняшние 30-летние дяди и тети, которым чужды такие понятия, как культура, воспитание, уважение, уступить место. Радует, что хотя бы этих человеков разбавляют 30-летние дяди и тети, воспитанные в семьях бывших дружинников и людей советской закалки, которые смогли вложить в головы своих детей культуру воспитания, уважение и уступать место. Сегодня так не хватает дружинников, чтобы следили за припаркованными автомобилями, ямами на дорогах, которые годами не латают, ругательствами в общественных местах. Даже не нужно штрафовать. Денег у людей и так на еду не хватает. Можно как раньше пристыдить. Позор! Вот что работало раньше. Ведь если ДНД возродили спустя почти 40 лет и настроили грамотно, нацию удалось перевоспитать, то можно возродить и спустя 30 лет. Жаль, только в этом никто не заинтересован. Современный мир. Пришли и по планшетикам. Фантазия! Чего там, Андрей, делаешь? Фантазия! Своей? Ловочка! Ледок в шашке? Ё-моё, я приеду! Чётко!